Александр Федотов! Да, это я! Добрый вечер, друзья! Меня зовут Алекс Федотов. Поднимите, пожалуйста, руку, кто любит горячий чай. Видите, отлично. Я тоже люблю горячий чай, поэтому перед встречей я его выпил, зарядился, и теперь я готов дать свою речь. Моя речь имеет украинское название День Злодия. И в конце вы узнаете, почему такое название. Когда мне было 12 лет, это был 2000 год, у меня было много свободного времени, так как про Тостмастерс я еще вообще не знал, не слышал. Поэтому я играл в футбол, играл в волейбол, гулял со своими друзьями, но больше всего я любил ездить в детский мир. А знаете почему? Потому что там было много интересных игр, в том числе и Sony PlayStation. Различные игровые инструменты, которые давали возможность получить удовольствие, поиграть, увлечься с друзьями. И после того, когда мы поиграли, у нас по традиции было с друзьями зайти в буфет, который располагался на первом этаже, купить вкусный молочный коктейль и лимонное пирожное. Лимонное пирожное. Буфет был переполнен людьми, поэтому нам пришлось взять с собой лимонное пирожное и молочный коктейль. И мы вышли на улицу. Вышли на улицу, была прекрасная погода, свежий воздух. И краем уха слышу какой-то интересный звук. Я присмотрелся, вижу, справа стоит какой-то молодой человек, очень креативный вид имел. Мы подошли с ребятами поближе, чтобы услышать, что же он поет. Да, взгляд его был очень серьезный. Прическа была похожа на детский горшок моего сына. Длинные усы. Рубашка была точно такая же, как ночная рубашка моей бабушки. И прекрасные штаны. Это как два красных мешка, шитые между собой. Соответственно, это было не суть. Важно было то, как он исполнял эту композицию. Я пригласил друзей, мы послушали, буквально 10 минут. И когда мы направились домой, мы напевали эти композиции. Буквально год, наверное, целый год мы вспоминали эти песни, которые исполнял ведущий маэстро. И потом мы закрутили, завертелись, у каждого своя жизнь. И я забыл про эти песни. Прошло, наверное, лет 18. Был прекрасный день. Я прогуливался по своей любимой левобережке. И слышу знакомый голос. Я поворачиваю голову уже влево. И вижу знакомого молодого человека. Внешний вид у него был уже на порядок солидный. Появился же барбершоп. Соответственно, прическа была уже аккуратненько вылизана. Ночную рубашку заменила стильная рубашка. Утонченные джинсы и красивые туфли. И он исполнял композиции уже совершенно другие. Но я к нему подошел, дождавшись, пока он допоет предыдущую песню. И спрашиваю у него. Дружище, ты помнишь 18 лет назад возле метро Дарницы я стоял, слушал, как ты пел. И вот эта вот композиция парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Он говорит, не помню. Тогда я достал из кармана денежку. Ни одну гривну, а 50. И говорю, может быть ты вспомнишь? Он говорит, вспомню. И он напел мне эту композицию. Тогда я закрыл глаза и погрузился в свое детство. 18 лет назад, когда было много свободного времени. Когда были рядом мои друзья. И стало так приятно. И когда я дослушал песню до конца, я побежал домой, открыл ноутбук. И забил в поисковой системе название песни. И увидел, что существует такой автор, как Виктор Мороз. И песня называется День Злодия. И в этот прекрасный вечер, специально для вас. Чтобы вам было более интереснее и понятнее, почему мне было смешно. Готов для вас исполнить куплет. И с вашего дозвола перейду на украинскую мову. Пані та панове, Зустрічайте народного артиста Украины, Оксандра Федотова. Під вашей бурной области. И делитесь этим словам. И сделайте так. Лунная житерадесна мелодия. Шампанського и квитив так багато. День злодия, день злодия, день злодия. Эх, це все народне свято. Вот на этой мажорной ночи я заканчиваю свой текст. И каждому желаю вспоминать какие-то детские сюрпризы, детские истории. И ваша жизнь будет наполнена интересом, смехом и хорошим настроением. Всем прекрасного вечера, хороших текстов, отличного настроения. Добра всем.